В этом году автомобильные марки бросились обновлять свои логотипы. Дескать, эпохе электрической мобильности требуется новая айдентика. И уж насколько родной АвтоВАЗ чужд вызовом современности, в Тольятти тоже нарисовали свежее лого. Из стильной трёхмерной ладьи времён Стива Маттина сделали почти такую же, но плоскую, так как упрощение и уплощение нынче считаются самыми правильными техниками для обновления эмблем. Любопытно, что двумерный вариант будет применяться строго на электронных платформах и в печатной продукции. А на решётке радиатора продолжит крепиться матиновское исполнение. И это, пожалуй, хорошо. Следующая новость касается российского автопрома лишь косвенно. Оказывается, последние четыре года некий гражданин Швеции, оказывая профессиональные консультации маркам Сканья и Вольво, параллельно воровал их секретные разработки. Украденное специалист по компьютерному моделированию сбывал в посольство России, одним из штатных работников которого оказался ни много ни мало действующий сотрудник службы внешней разведки. Кто был финальным получателем секретной информации, неясно. Но логично предположить, что технологии уходили компаниям из автомобильного или военно-промышленного сектора. За что шведский поданный теперь отсидит три года тюрьмы. Из страны фьордов перенесёмся во Владивосток, где завод Солерс собирал кроссоверы Мазда ЦХ-30. Именно собирал, ведь выпуск модели пришлось внезапно свернуть, так как для производства недоставало электронных чипов. В российском офисе Мазды клянутся, Как только поставки дефицитной электроники возобновятся, «тридцатка» снова продолжит свою карьеру. К слову, на нашем рынке компактный паркетник продержался лишь меньше года. Не секрет, что марка Isuzu активно выступает на грузовом фронте, а из легковых моделей предлагает россиянам только пикапы D-MAX. Однако вскоре компанию этой модели составит внедорожник MUX, построенный на её же базе. У новинки пружинная подвеска сзади вместо рессор, но по остальным параметрам пикап и внедорожник – близнецы-братья. Очевидно, что MUX, как прозвали машину острословы, предстоит бросить вызов таким старожилам, как Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Но цена вряд ли будет доступной. Ориентиром, скорее всего, будут 3 миллиона рублей.